Привет, друзья! Снова с вами Антон Поспелов. Можете нас поздравить, себя можете поздравить. Мы открылись! Можно к нам приходить, представляете? Никто в это не верил, и вот опять. Да, мы в торговом центре Экстрим на Смольной 63Б в нашем магазине Фиш Бизнес. Сегодня я хотел никакой философии, хотя, ну, вы меня знаете. К сожалению, без философии я не могу. Философия — это второе я у меня. Поэтому вообще много очень было таких, я бы сказал, претензий. Недавно я делал месседж хейтерам и цитировал. И вообще пишите больше, пишите интереснее, больше ошибок грамматических. Мне очень интересно, я записываю в отдельный файлик и потом публикую это. Это прикольно, это здорово. Но были там и здравые вещи, это важно мне, это не хейт никакой, это здоровая критика о том, что у вас якобы очень дорогие товары. Ну, с самого начала создания компании Фиш Бизнес мы пошли по пути, в то время как один наш конкурент, а их всего два, продает только дешевые товары практически, то есть 90%, а второй наш конкурент 90% продает только дорогие товары. Мы пошли с самого начала, с 2000 какого-то восьмого года, по пути торговой матрицы, где учитываются все потребности. То есть самые дорогие, средние и самые дешевые товары. Ну, не пользуются популярностью у нас самые дешевые товары, но печально другое, что никто и не знает об этом. И вот почему-то критикуют о том, что у нас все очень дорого. Ну, я подробно сейчас расскажу, что вот здесь лежит у меня. Но, в частности, удочки от трех до пяти-шести тысяч, ну, двуручники там десять-двенадцать тысяч, это то, что у нас есть. Катушки по три-четыре-пять тысяч, очки по две тысячи, шнуры по полторы, по цаки недорогие, все это есть. И я вас разочарую, я много раз говорил о том, что какие бы навороченные удочки вы не покупали, какие модные шнуры у вас не были, я не верю в то, что слепое тестирование покажет, что вы отличите удочку за три тысячи от удочки за сто тысяч. Ну, вот не верю. Если это в одном классе, с одним шнуром, большинство людей, я не говорю про Сергея Клюева или Игоря Тяпкина, которые тестируют и пробуют десятки удочек, и у них рука набит. Я говорю про 99% покупателей. И это не значит, что я советую покупать самые дешевые удочки, они есть, но как бы это сказать. Если ничего не вложить в удочку, то ничего и не получится. Понимаете, даже ребенок вроде вот рождается, и он требует воспитания. И если ребенка не воспитывать, то из него будет получится Маугли, быстро бегающий дурачок. Ну, вообще-то он даже и бегать не научится, потому что бегать он будет на четвереньках, а у человека есть другие возможности. То же самое и с удочками. Если не вложить ни фурнитуру, ни в углепластик, ни в разработку и сделать все самое-самое-самое дешевое, то и истории за этой удочкой, и за катушкой, за шнуром ее не будет. А за известными брендами не всегда есть переоцененные бренды. И вообще-то сложная тема, что хорошо, что плохо, что дорого, что дешево. Но не зря даже в статистике отбрасывают крайние показатели, потому что они изменяют общую картину. То есть, когда вы приходите, неважно, вы хотите купить бензопилу, вы же никогда не берете самую дешевую, но и обычно не берете самую дорогую. Берете известную, среднюю, вот такой мейнстрим, здравый смысл у вас работает. Но опять же, те, кто хочет попробовать, те, кто не уверен в себе, те, кто не знает, будет ли он дальше заниматься, можно купить и дешевые вещи. Например, вот это Шекспир и Сноуби, в частности, Кортланд. Да, недорогие бренды. Я могу сказать, что я спиннингом Шекспир ловил много-много лет и получал огромное удовольствие. И, как я сказал, большинство из нас, не буду говорить из вас, я в этом числе, просто не отличит дорогое от дешевого. Ну, давайте перейдем к конкретике. Что у нас есть? Ну, я не буду тут трясти, показывать. Ну, вот удочка Шекспир, 6-7 класса, 9,6 футов, 3,300. Да, отличный, вот такой, я бы сказал, щучий, легкий вариант. 3,300. Обычная фурнитура, обычная удочка, мне нечего сказать про нее. Ничего плохого, ничего хорошего. Да, она не самая легкая, да, она не самая прочная, да, она не самая удобная, но она самая дешевая. Что у нас еще? Шестой класс, 9 футов, 4,400. Это у нас также Шекспир, 6-й фут, такой мейнстрим, отличная удочка, она даже красивая, не поверите. Издалека вполне напоминает Харди Джет, например. Универсальная для Камчатки шестерка, вот то, что я постоянно использую на Камчатке, например. Дальше, 9-футовая, 4,5, это Snowbee Classic, 6,400. Четвертый класс, идеально на головля, на форель, я бы даже сказал, тяжеловато может быть. А если тяжеловато, вот четверка полноценная, за 4,300 всего. Эти цены, кстати, уже индексированы, с учетом изменений цен, это новые ценники, да. И это без скидок, которые у вас, возможно, есть. То есть, за 3 с копейками вы можете приобрести. Вот, это 8-футовая четверка. Это уже обычный, да, не евро, не имфинг, вот на Хариуса небольшого. И форель, я вообще трешкой ловлю. Форель. Ну, дальше, вы не поверите, у нас есть вот такое чудо. Это двуручник. Это 10-го класса, 4-х частник, 13,9 футов. И цена 11,700. Ну, а с вашей скидкой это будет чуть больше 10 тысяч. Полноценный двуручник. Что, думаете, он не поймает? Если у вас руки растут из правильного места, вы поедете и поймаете семгу. Я ломал и Томасов, и Харди, и все удочки, и лупы ломал, и все что угодно. Вижн ломал. Вы можете сломать точно так же. Но он в плане функционала, особенно для начинающего, вы не заметите никаких отличий. 10 с копейками. Ну, это то, что касается удочек. Весь ассортимент. Безусловно, у нас немного этих удочек. Это не тот ассортимент, который пользуется огромным спросом. Быстренько пройдусь по катушкам. Это легкая катушка. Какого она класса у нас? Ну, относительно легкая. 5-6 катушка Snowbee. Конечно, она пластиковая. И стоит она, вы не поверите, 1800 рублей. Прослужит она. У меня такая коловская была 100 лет назад. Долго мне прослужила. Прослужит она очень долго. Легко она разбирается, собирается. В общем, отличная катушка. Ничего про нее плохого, ну и хорошего сказать нельзя. А это, ну вот есть более, кстати, тоже Snowbee. Более, это 7-8, следующий класс. 3-500. Это немножко другой, да. Немножко другая рама у нее. И подороже. Побольше пластика. А вот металлическая катушка. Вот те известные бренды, которые вы покупаете. Опять же, нет смысла показывать их близко. Это обычная, такая простая, с тормозами. Вот все у нее есть. 5 с копейками она стоит. Да, вот всего 5 с копейками. А вот та самая катушка Snowbee для двуручника, она стоит 4300. То есть, для 10 класса, для двуручника, неважно, они разных классов, комплект у вас будет стоить 15 с копейками. Ну, шнуры еще надо добавить. К шнурам мы сейчас перейдем. Давайте мы сейчас... Маленький перерыв и перейдем дальше к очкам, шнурам и подсакам. Да, ну не перерыв, а сменим просто тему. Но я хотел напомнить о том, что у нас не только удочки и вот весь этот товар есть, но и вейдерсы, и вообще всего спектра и одежды Snowbee есть. И весь спектр товаров, который у нас представлен, он есть в разных ценовых диапазонах. И в станках для вязания, и в мухе есть распродажные, там, и в чем угодно. Ну, наверное, в чем-то, может, и нет в каких-то сегментах. Ну, в большинстве мы стараемся, в том числе в забродной одежде. Я вам уже показывал, дешевые вейдерсы, 12 с копейками они стоят. Ходжман, вот обычные трехслойные вейдерсы, которые, конечно, составляют конкуренцию. Это мировой бренд, в отличие от местных российских брендов, которые тоже бывают приличного качества, плюс-минус такая же цена. Ну, вот есть такая возможность вейдерсы Ходжман. Посмотрите предыдущие видео. Дальше продолжаем. Шнуры. Ну, вот к этим катушкам, к этим удочкам. Есть известный бренд Cortland и модель Fairplay. 1600. Ну, вот. Я не знаю, куда дешевле, при том, что он обычный. Это новая цена причем. Обычный модный шнур сейчас стоит от трех до семи тысяч. Ну, у нас же, да. Это цена розничная, рекомендованная самими мировыми брендами. Ну, или Snowbee также, вот к удочкам Snowbee. Snowbee Classic. Ну, вот я смотрю, 1900. То есть до двух тысяч. Это, опять же, это без скидок. Ну, всю плешь хейтеры проели очками Коста. Да, у Коста нет, в моем понимании, практически нет в плане ассортимента, известности, качества. Если взять доступности на рынке, если взять все вот эти качества, то конкурентов практически нет. Это бренд, вот, номер один. Но брендов очков гигантское количество. И в том числе у нас они есть. Вот, пожалуйста, это очки Snowbee. Они стоят, да, Snowbee и Snowbee, да. Цена 1780 рублей. Основная функция, ну, конечно, да, не такая поляризация, не так они хорошо сидят, не такие прочные они и так далее. Но, опять же, они ровно в 10 раз дешевле, чем очки Коста. В 10 раз. А функция защиты ваших глаз от основного света и от полета мушки, ну, конечно, они выполняют. Опять же, не так долго, не так качественно, не так приятно и много-много не так в этом. Но вы хотите самое дешевое. Это у нас всегда было и всегда будет. Потому что мы прекрасно понимаем, что уровень дохода у людей абсолютно разный. Ну, и просто желание потратить деньги на какие-то вещи, даже если они у вас есть, не обязательно есть у вас это желание. Ну, и последнее. Я понимаю, что те люди, кто хотят самое дешевое, скорее всего, они не будут покупать подсак. Но эти подсаки дешевые, это, опять же, вот подсак Сноуби, алюминиевый, складной, телескопический. Угадайте? 1300. Новая цена. 1300 рублей. Ну, еще раз. Это не... Я недавно выпускал видео о том, что не поддерживаете глобальные гигантские сети, которые, на мой взгляд, порабощают нас. И в результате, ну, много есть примеров. Например, там, в Японии лыжи продаются в двух сетях. Вы не можете купить иначе. Они диктуют свои условия, они диктуют свои скидки. Поставщики не зарабатывают. Знаете, какой результат? Значит, 15 лет назад в Японии на лыжах покупалась лыж 180 тысяч. Извините, 800 тысяч пар в год покупалась лыж. В результате действия этих сетей в 8 раз упало до 100 тысяч, как в России. Ну, в России сейчас еще меньше. То есть, эти сети в декатлоне, пожалуйста, 70-75-80% французского рынка. Вы что думаете, из-за этого вырос популярность аудора или качество товаров? Нет. Просто местные сети, которые возглавлялись гидами, которые знали местный регион, которые продавали качественный, нишевой, более дорогой товар, они просто закрываются. И это не те люди, которые, да, вот олигархи или мультинациональные компании, которые развивают этот рынок. И в результате мы получаем засилие дешевого товара, как дешевой пищи, дешевых удочек, дешевых лыж. Вот дешевый, извините, говна. И я прошу не поддерживать это направление. Но это не значит, что я прошу не покупать или наставим на том, что не надо покупать дешевые вещи. Да нет. Слушайте, ваш местный производитель может производить дешевые бургеры. Поддержите его. Соседнюю булочную, соседний ресторан или производителя, я не знаю, вот Redbor, например, делает хорошие, в России шьет хорошие куртки. Поддержите его. Или, ну, я считаю, что нормальные, честные видерсы, кола, салман. Да, я их не продаю, но это не значит, что это какое-то говно. Нет, да, они делаются в Китае, но это качественный продукт. С какими-то ошибками, с какими-то огрехами, но это качественный продукт, пожалуйста, покупайте его. Ну, или Шекспир, это известная английская компания, которая делает товар, к ней можно обратиться. Но это не ноу-нейм в огромной сети дешевого, некачественного товара. Вот о чем речь. Надо различать, понимаете, вот правда ли, она не всегда очень простая. И не всегда ее легко понять, что за этим, за словами кроется, за действиями больших компаний. То ли просто поддержать небогатого производителя, то ли уничтожить полпланеты на производство дешевого товара, потому что это легко платить маленькие зарплаты, платить, не отчислять ничего на экологию, уничтожать леса и так далее и тому подобное. Это разные вещи. Надо, чтобы достойно жили все. Не только вы экономите деньги на дешевые удочки, но и продавцы, которые, наши ребята, которые получают достойные деньги. И управленцы, которые работают, и в моей, в частности, компании, пытались и получали достойные деньги. И я, чтобы заработал. Так что, вот о чем речь. Ну, надеюсь, что это не очень, опять, заумно и многословно. Короче говоря, для вас вывод один. Есть дешевый товар. Приходите, покупайте, заказывайте. Его не так много у нас. Думаю, что этого до конца сезона не хватит, всего этого. Но если это будет популярно, будем заказывать. Пока вы голосуете за другие товары. Более дорогие, более качественные. Посмотрим, может, после вот этой эпидемии как-то все изменится. Посмотрим. Подписывайтесь на наш канал. Говорите, что вас интересует. Предлагайте темы к рассказу. Но не просите о супертехнических вещах, в которых я, в частности, не специалист. Есть Игорь Тяпкин, есть другие люди, которые могут вам рассказать о тонкостях заброса, о тонкостях вязания мушки. Меня немножко вот про товар и о смысле жизни. Итак, приходите в магазин. Мы открылись. Увидимся либо здесь, либо на реке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok